Дисана Ту вышел чуть больше четырех лет назад, и как мы все знаем во времена геймеров, это практически древняя история. Я пришел, я увидел, я играл. Но есть одна вещь, которую я хочу сказать об этой игре. Это отстой, что это не одна из моих любимых игр всех времен. Я уверен, что если ты играл в эту игру, ты волновался, когда я это сказал, но не бойся. Я люблю сериал Обесчещенный. Это такие замечательные игры. Я имею в виду, они настолько уникальны, что нет ничего похожего на них. Обесчещенный, прекрасный шедевр. Позор 2. Красивый или шедевральный фуллер? Они так хороши. И я сказал, эй, какой прекрасный день, чтобы поговорить об исчезтии 2. Так как Деслип выходит прямо за углом, который сделан тем же разработчиком Arkane Studios, я собираюсь быстро рассказать историю этой игры. Это не новаторско, но достаточно прилично. И на самом деле это не главное, о чем я хочу поговорить в этом видео. Так вот оно что. Ты теряешь трон из-за своего давно потерянного горячего муравья Гота, и ты должен вернуть его обратно. Аутсайдер также дает тебе силы, чтобы помочь тебе выбраться. Хорошо, теперь мы можем поговорить о том, что делает эту игру действительно блестящей, о способности играть так, как ты хочешь. Выбор, который ты можешь сделать в этой игре, не так прост. Ты будешь выбирать, какие это силы, как проходить удивительные уровни и как уничтожать врагов. Ты получаешь разные способности в зависимости от того, кого ты играешь за Эмили или Корва. Если ты выиграешь игру, ты сможешь пройти ее с обеими способностями, но каждый персонаж одинаково приятен. И у них обоих есть довольно сильные способности. У нас есть блинг. У нас дальний охват. У нас темное зрение. У нас есть одержимость, домино, прогулка по тени, двойник, гипноз, изгиб воздуха, изгиб крысы и изгиб времени. Ты можешь сделать так много вещей с этими способностями. Одно из моих любимых, это то, что у тебя есть способности Эмили к домино. Ты связываешь нескольких плохих парней вместе, ты нокаутируешь одного. Они все готовы к этому. Ты можешь комбинировать это с теневым клоном Эмили. Ты связываешь это с самим собой. Ты задыхаешься. Плохие парни задыхаются. Ты даже не прикоснулся к нему. Ты трогаешь себя. Найти классную комбинацию и использовать способности довольно изящно и действительно усиливает ощущение обладания этими способностями убийцы. Однако ты начнешь игру с очень небольшими способностями. И по мере прохождения игры ты найдешь для них улучшение. И боже мой, эти вещи становятся намного сильнее. Я имею в виду, что замедленное время само по себе довольно хорошо. Но если вы обновитесь, чтобы стать остановкой времени, это одна из самых сильных способностей в игре. И так много других способностей тоже становятся безумно сильными. К концу игры, если ты будешь улучшать свои вещи, ты будешь нападать на людей направо и налево. Не парься. И это заставляет тебя чувствовать себя настоящим геймером. Ты тоже получишь пару гаджетов. У тебя есть свой арбалет, который видит разные типы дротиков. У тебя есть дротик для сна, у тебя есть дротик для убийства, у тебя есть дротик для сжигания и еще пара других. А потом у тебя появилась классика, такая как пистолет и граната, липкая граната. У тебя есть несколько минут здесь и там. Со всеми этими замечательными вещами можно работать. Ты, может быть, думаешь, что все эти способности тебе нравятся. Вау, эта игра действительно хочет, чтобы ты делал скрытность. Но это неправильно, ребята. Я играю в скрытность в своих прохождениях. Я такой, какой есть. Но когда мой друг играет, он просто бегает вокруг, наносит всем удары ножом, стреляет гражданским в лицо, разбивает каждую стеклянную бутылку, которую может найти. Играй так, как хочешь, играй так, как тебе больше всего нравится. Ты не можешь ошибиться, и каждый стиль игры по-своему очень полезен. Скрытность. Ты получаешь удовлетворение от того, что никого не предупреждаешь и бесшумно пробираешься по карте. И если ты собираешься изо всех сил сражаться, то бой на мечах в этой игре на самом деле очень хорошо сделан. Анимация убийств действительно превосходна и жестока, и просто очень больно видеть, как ты действительно хорошо парируешь кого-то, а потом просто отрубаешь ему голову. Я имею в виду, это никогда не устареет. В конце каждой миссии также есть небольшой экран с кратким описанием, который показывает вашу производительность, где вы собирали, и какие особые действия вы предприняли. Как я уже говорил, это игра о том, чтобы вернуть трон и вернуть свою честь. Но это также история о мести, и это сильно влияет на то, как вы можете уничтожить эти цели. Я не могу вспомнить поговорку, месть это блюдо, которое лучше всего подавать горячим или холодным, но на этот раз мы подаем его острым. Ты можешь убивать цели, если хочешь. Все это прекрасно и здорово, но игра дает тебе возможность действительно провести эти цели через их собственный личный ад. Мой любимый пример этого, когда имеешь дело с герцогом Циркосом. У него есть двойник тела, с которым ты можешь поговорить, чтобы навести на след. Ты можешь заставить людей думать, что двойник тела — настоящий герцог, и что настоящий герцог — это двойник тела. И тогда настоящий герцог скажет, «Ах, чувак, я настоящий чувак». Он двойник тела, но ему никто не поверит, и он отправится в сумасшедший дом. И я знаю, о чем ты думаешь. Это произвело большое впечатление. Большое тебе спасибо. Хорошо, весь этот классный игровой процесс, все эти изящные маленькие способности бессмысленны без игровой площадки, чтобы их использовать. И мальчик, о мальчик, в этой игре есть лучшая игровая площадка в округе. И я даже не собираюсь называть это игровой площадкой. Это больше похоже на то, что ты просто бегаешь по лесу за своим домом, и прекрасно проводишь время, используя свое воображение и открывая для себя все, что там есть. И так же, как и игровой процесс, количество вариантов того, как вы перемещаетесь по карте, просто выдающиеся. Это не ошеломляюще, это просто нужное количество. И я имею в виду, что есть много способов добраться из пункта А в пункт Б. И даже по дороге ты можешь оказаться в точке С. Ты даже не знаешь этого. Ты можешь взлететь высоко и прыгать со здания на здание. Ты можешь спуститься ниже, пройти по улицам, пройти посередине, пройти через здание, найти несколько потайных подвалов, даже поплавать в океане, если захочешь. Я играл в эту игру уже три раза, и я все еще открываю новые способы прохождения через эти карты. Они также дают тебе идеальные инструменты для того, чтобы быть мобильным, используя бланкорва и дальнюю досягаемость Эмили. Эти вещи очень быстры. Они забавные. Они быстрые. Я чувствую себя ниндзя, когда использую их. Эти уровни открыты, но не пусты. Каждый дюйм карты заполнен чем-то значимым, что ты собираешься открыть и исследовать. Ты найдешь тонны книг по знаниям, какие-то секретные тропы, некоторые вещи, которые просто могут рассказать тебе историю, даже ничего не говоря. Карнака, которая является декорацией для этой игры, жива. Что-то происходит. НПК разговаривают друг с другом. Охранники разговаривают вслух сами с собой. За кулисами происходят разные истории. Ты можешь найти нескольких грабителей, пытающихся пробраться в магазин, используя китовый жир. Или, может быть, у тебя есть несколько гражданских лиц, которых преследуют охранники, которых ты можешь спасти. На некоторых из этих уровней есть даже маленькие магазинчики, где вы можете купить улучшения и принадлежности. Система морали этой игры, на которую влияет твое решение стать высшим убийцей. Ни один убийца не повлияет также на мир вокруг тебя. Если ты убиваешь кучу людей, то конец будет более мрачным. На улицах будет больше кровососущих мух и крыс. И если ты никого не убьешь, Карнака станет гораздо более приятным местом, и ты получишь милую маленькую концовку. Давай сейчас воспользуемся моментом, чтобы углубиться в некоторые из этих уровней и поговорить о том, что делает их такими уникальными. Четвертая миссия. Заводной особняк. Ты проникаешь в особняк, созданный величайшим изобретателем. А самое злое, чувак Керан. Уникальные элементы этого уровня заключаются в том, что комнаты будут механически изменены, и благодаря этому будут открыты новые пути, а также будут выявлены новые враги. Это помещает тебя в действительно крутой механический лабиринт, где ты будешь перемещаться по комнатам, решать головоломки и прокладывать себе путь к цели прямо с места в карьер. Эта миссия познакомит тебя с выбором, о котором большинство игроков даже не будут знать, их первое прохождение. Когда ты войдешь в первую комнату, Керан Нэш мгновенно обнаружит тебя. И это то, что запускает механизм смены комнат. И когда ты наконец пройдешь через Джина Нэша, он узнает, что ты там. Вокруг него будет охрана, и он будет расхаживать взад и вперед, ожидая твоего прибытия. Однако, если ты никогда не войдешь в первую комнату, стреляй в окно над тобой и телепортируйся туда. Ты теперь за стенами, и ты можешь убить Джин Нэша так, чтобы он даже не знал, что ты там. И точно так же, как в этом примере, будет много других вариантов. Типа, может быть тебе нужно пройти через ворота. Почему бы тебе не превратиться в крысу и не прокрасться мимо? Ты должен снова пройти через ворота. Когда я на этот раз превращусь в рыбу и прокрадусь мимо? Я не знаю почему. Мне просто по какой-то причине очень нравится проходить по маленьким канализационным туннелям, но, честно говоря, уровень всегда предоставляет вам множество способов справиться с вызовом, который бросает вам вызов. И у этих уровней есть не только функция, но и форма. Они прекрасны. Они выглядят так, как будто их извоял сам Микеланджело. Каждый уровень имеет уникальный внешний вид. Фоны великолепны, даже издалека все выглядит хорошо. Карнака гораздо более яркая и красочная по сравнению с унылостью Дануэлла из первой игры. Но цветовая палитра все еще может переключиться на первую игру, чтобы выявить некоторую мрачность на некоторых из этих карт. И ты даже можешь играть в черно-белом, если хочешь. Что-то в этой игре. Это просто искусство, дизайн и графика. Я имею в виду, что они в какой-то степени не подвластны времени. От некоторых видов освещения в этих местах захватывает дух. У тебя есть кое-какие размышления об этом металле. Вода выглядит хорошо. Что еще можно сказать? Модели охранников, их лица. Они уродливы. Они вызывают у тебя желание убить их. Я имею в виду, я не совсем уверен, что ты назвал бы это обстановкой. Это похоже на промышленника стимпанка, но я большой фанат. Но подводя итог, Дисанату подпадает под жанр иммерсивного симулятора. Я имею в виду, что это все еще приключенческая игра, но захватывающий симулятор действительно воплощает в себе суть такого рода игр. И для этого термина нет истинного определения. Но то, что я узнал, это то, что они смотрят несколько видео на... Тема в том, что игра говорит игроку, что делать, не говоря ему, как это сделать. И как я показывал тебе на протяжении всего видео, с этим или двумя, у тебя будет большая свобода делать это. Тебе нужны такие игры, как Hitman Dix, PrebioShock, Metal Gear Solid 5. Они все тоже иммерсивные симы. И точно так же, как Дисанату, все они полагаются на творческий потенциал игрока, чтобы использовать инструменты и окружающую среду так, как они считают нужным. Например, в Hitman 2 мое творчество обычно включает в себя попытку пройти уровни только с помощью рыбы, и это в значительной степени так. Я просто думаю, что это 102-я, довольно хорошая игра. Определенно 9 из 10 для меня. Это прямо сейчас на Xbox Game Pass, если ты хочешь это проверить. И я немного взволнован Deathloop, и я хочу увидеть больше игр такого типа. Так что спасибо тебе за просмотр, лайк и подписку. Хорошего дня. Я ценю тебя.